Всем здравствуйте, меня зовут Южек Лонтон и в сегодняшнем видео мы поговорим про такой препарат как метан, он же метандристонолон. Это самый популярный анаболический стероид в мире. Это таблетированный анаболический стероид с эффектом ароматизации. Относится к группе 17 алькилированные стероиды. 17 алькилированные стероиды это все таблетированные стероиды. Из-за того, что препарат относится к группе 17 алькилированных стероидов, он не разрушается в печени, тем самым может работать немного дольше, но и проявляет свой токсичный эффект на печень. Метан является одним из самых старых и самых изученных анаболических стероидов. На продаже он появился в 1956 году под торговым названием Дианабол. Очень популярным препаратом был в силовых видах спорта, в том числе и в тяжелой атлетике, за что и получил свое прозвище «хлеб штангиста». Метандристонолон – препарат, который плохо связывается с глобулин, связывающим с половыми гормонами, за счет чего он находится в свободной форме, хорошо проявляет анаболический эффект. За счет фермента ароматазы метан превращается в такой препарат, как 17-метилэстрадиол, что приводит к более выраженным эстрадиолым побочным эффектам. В соотношении, допустим, с тем же тестостероном. Стероидный профиль метана. Анаболическая активность 200%, андрогенная активность 50%, ароматизация присутствует, прогистиновая активность отсутствует, токсичность для печени очень высокая, форма препарата классически таблетированная, но сейчас есть и инъекционные формы. Период по уведению таблетированной формы 6-8 часов. Эффекты метандристенолона. Увеличение синтеза белка, усиление аппетита, сжигание жира, укрепление костной ткани. Побочные эффекты метандристенолона. Повышение артериального давления, накопление воды, гинекомастия за счет повышения эстрадиола. Также присутствует побочный эффект, как акне, который присущий всем анаболическим стероидам. Препарат токсичен для печени и негативно на нее влияет. Способствует повышению липопротеидов низкой плотности и снижению липопротеидов высокой плотности. Рекомендованные рабочие дозировки метандристенолона. Для любителей это примерно 20-30 мг в день. Чаще всего препарат идет в дозировке 10 мг в таблетке, поэтому это 2-3 таблетки в день. Данный препарат в связи с коротким периодом полуведения лучше пить на протяжении всего дня, деля его на 2-3 порции. В тренировочные дни лучше использовать его за несколько часов до начала тренировки, для того, чтобы пик активности препарата припадал именно на тренировку. Такая дозировка как 20-30 мг очень слабо влияет на печень. Увеличение дозировки больше 30 мг уже негативно сказывается на ферментах печени, таких как АСТЛТ, которые свидетельствуют о токсичном поражении и разрушении клеток печени. Профессионалы чаще всего используют 50 мг в сутки. Принимать больше калистометана особо нет смысла, так как очень быстро печень приходит в плохое состояние, а плохое состояние печени нивелирует все положительные эффекты приема любых стероидов. Поэтому при приеме таблетированных стероидов обязательно нужно отслеживать, чтобы печень находилась в нормальном состоянии. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их как в комментариях на ютубе, так и у меня в группе вконтакте. Если кого интересуют консультации, либо ведения по курсам анаболических стероидов, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться написано в описании к видео на ютубе и в первом закрепленном комментарии на ютубе. Всем спасибо за просмотр. До свидания.